Кто привык за победу бороться, с вами вместе пускай пропоёт. Кто весел, тот смеётся, кто хочет, тот добьётся, кто ищет, тот всегда найдёт. Доброе здоровьи, уважаемые посетители канала. Ну что, работа по травнику потихоньку, но тем не менее продолжается. Я вот много рассказывал вам про чистки, и вы всё, ну большинство народа уперлось в то, что вот там чистка там с помощью чего-то там такого агрессивно. Ну вот есть чистки с помощью растений, мягенько происходят, ну просто требуют знаний и требуют дисциплины в применении того или иного метода. Итак, мой травник, хвощ полевой, общеизвестная трава. Описание такое-то, такое-то, это нам неинтересно. А вот что интересно, что всё растение жёсткое и шершавое на ощупь, так как стенки клеток этого растения пропитаны кремниевой кислотой. Запомни, сбор нам не надо, хранение нам не надо, пока оно тут и есть всё. А вот обратимся к химическому составу. Основными действующими веществами травы и хвоща полевого являются там флавоноиды, алкалоиды, сапонины, органические кислоты, стерины. Высокое содержание водорастворимой кремниевой кислоты. И дальше уже становится нам понятным, что наличие указанных веществ определяет фармакологические свойства хвоща полевого. Он улучшает мочеотделение, обладает кровоостанавливающими и противовоспалительными свойствами, способствует выведению свинца из организма. Вот тут всегда иногда так пишутся такие вещи, я даже не знаю, где можно, это только на каком-то производстве вредном, набраться свинца в организме. Кстати, а почему свинец выводится, вот ртути свинец выводится наиболее тяжело из организма? Знаете почему? Потому что это тяжелые металлы, которые оседают прочно в тканях организма и вывернуть их из организма не так-то просто. Вот есть более такие, как бы сказать, минералы легкие, они довольно-таки быстро выводятся. Например, поваренная соль, натрий хлор, легко и просто. Итак, ну значит тут галиновые формы оказывают противовоспалительное и антимикробное действие. Кремниевая кислота и ее соли, оказывается, она входит в состав большинства тканей живых организмов. И именно кремниевая кислота влияет на образование костной ткани и стимулирует синтез коллагена. Коллаген это как раз вот это вот основа организма, в которой находятся все клеточки. И через коллаген там идет питание, если я не ошибаюсь. И естественно от качества этого коллагена, от его эластичности, его наполненности водой и в соответствии с этими обменными процессами, которые там же совершаются, зависит здоровье. Так что его надо и очищать, коллаген, и вдобавок стимулировать, чтобы синтез его, чтобы он был такой молоденький, работоспособный. Ну тут бета-каротин, антиоксидантные там действия, 6 микрограмм бета-каротина, эквивалентную 1 микрограмму витамина А. Витамин С имеется, участвует в окислительно-восстановительных реакциях, функционировании иммунной системы, способствует усвоению железа. Дефицит витамина С. Важно понимать, если у вас имеется дефицит витамина С, несмотря на то, что вроде что-то вы там принимаете, содержащее витамина С, значит не тот витамин С. Оказывается огромное количество, знаете, по качеству разных видов. Значит дефицит витамина С приводит к рыхлости и кровоточивости десен, носовым кровотечением, вследствие повышенной проницаемости и ломкости кровеносных сосудов. И вот теперь мы обращаемся к целителям прошлого, средневекового. Что они говорили о свойствах? Применяют зрелое растение, природа его холодна и суха в первой степени. Это говорит о том, что оно очень мощно действует. Он помогает при слабости десен и укрепляет их. А, смотрите, они не знали о витамине С, но они знали, что эта травка действует вот так. А также прекращает кровохарканье, то есть ломкость сосудов. Помогает при опухоли желудка и печени. Закрепляет естество, прекращает месячный он женщин. Если сделать при паворку, то поможет при язвах кишечника и с легкостью высушит их язвы. Видите? Холодна и суха в первой степени. Доза его на прием такая-то. Вреден для горла. Его вредное действие устраняет мята. А вот что интересно. Если сварить его и отвар выпить, то поможет при паховой грыже. То есть вот у детей имеется паховая грыжа. И вот все. А как лечить? А что делать? А как укрепить? И оказывается, вот вы можете отвары, настои полевого хвоща регулярно пить. Он пьется очень легко с добавлением того же метка. Прекрасный получается напиток. И это будет помогать при паховой грыже. Весьма полезен для пущек и мочевого пузыря, а также для желудка, печени и легких. Он поможет при слабости мышц. А тут уже качки могут его использовать для укрепления мышц. И если сделать припарку и приложить к яичкам, то рассресет опухоль. У кого-то там что-то такое было. А не воспользоваться ли вот этим таким простой рекомендацией? А вдруг да поможет? Если ничего не пробовать, естественно, ничего не поможет. И если же варить хвощ в воде до тех пор, пока остается половина воды, и выпить, то это поможет при слабости сердца. Знаете, я, наверное, сделаю вот. А если женщина каждое утро будет пить по большому кубку его отвара, то очень пополнеет. Лицо ее станет чистым, и она похорошеет. Есть люди, у которых и цвет лица не такой хороший, как бы хотелось. И они никак не могут поправиться для того, чтобы приобрести женские очертания. Далее. Хвощ очищает мужские половые органы. Он и женские половые органы. То есть, если у вас там имеются вот эти все эти циститы, если там у вас имеется что-то там с этой самой, как это, с предстательной железой, что-то там, какие-то там микробы жили и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Препараты хвоща полевого обладают противоопухолевой активностью и рекомендуют применять при онкологических заболеваниях. Ну, я думаю, как сопутствующие средства. Итак, чай сушат, заваривают. Он усиливает отделение мочи и используется при болезнях почек, подагре и ревматизме. Свежий сок хвоща полевого хвоща полевого хвоща так-так-так-так. Значит, благодаря наличию кремниевой кислоты является тонизирующим средством для укрепления ткани, мобилизирует защитные силы организма. Кто-то все говорил, вот он слабый, вот он слабый, вот он слабый, и никак он из слабины не выйдет. Пожалуйста, воспользуйтесь. Принимать по одной столовой ложке этого сока можно с мёдом по вкусу добавлять, там, допустим, в столовую ложку, ну, не знаю, там, допустим, одну-четвёртую чайной ложки так размешать. Это можно попробовать. Три раза в день до еды. Можно использовать при маточных кровотечениях так. Сок останавливает носовое кровотечение, если ввести в кровоточащий носовой ход смоченную труночку. То есть вы берёте ваточку, сворачиваете её, обмакиваете в сок хвоща полевого, и раз, на пар из хвоща полевого рецепт такой-то берут в количестве 30 грамм сухого растения на один стакан воды. Тут я немножечко что-то тут напортачил. 30 грамм сухого растения на один стакан воды. Скорее всего, на один литр воды. Надо уточнить, это будет. Иногда ты используешь чьи-либо записи. Литр людей, которые в этом деле не разбираются. Но редакторам дали задание, они там сделают, что что. Потому что, если 30 грамм сухого растения на один литр воды, то получается, что уже можно пить по 2-3 стакана в день. А если один стакан воды, и как из него 2-3 стакана, ну, возможно, ну, возможно, что каждый раз надо ещё готовить. Читаем дальше. Считается, что употребление хвоща удаляет почечные камни, уменьшает боль в области мочевого пузыря, увеличивает выделение мочи, уменьшает отёки и опухоль, уменьшает количество белка в моче, очищает мочеточники от всяких шлаков. Этим самым хвощ улучшает общее состояние обмена веществ, потому что влияет на печень, селезёнку и кишечник. То есть, в любом случае, можно попробовать и на литр, сначала на литр 30 грамм попить и понять, как это действует. И на основании уже опыта приобретённого, тогда уже попробовать эти 30 грамм, но это большая концентрация, на стакан воды. Лучше всё залили в термосе, настояли там ночь, а утром там пьёте. Что, естественно, удаляет почечные камни. Для того, чтобы удалить почечные камни, надо их растворить. Поэтому, естественно, что это должно быть концентрация довольно-таки сильная. Но в любом случае, в любом случае, надо сначала начинать с малого, попробовать, как, что. Организм у каждого свой, по-разному реагирует. Написано вот так, как бы сказать, это в общем и в целом. А когда начнёшь применять, оказывается, да, грубо говоря, мне весящим за 100 килограмм, 108 килограмм, 107 килограмм так вешу, может быть, этого даже мало будет. А какой-нибудь женщины весящие 50 килограмм, а этого будет вот так вот много. Настой используют для лечения заболеваний лёгких. Оказывается, что там связано с лёгкими, так как в лёгких обычно может поселиться инфекция разная, может кровотечение образуется, потому что там кровеносные сосудики такие нежные, в случае чего они сразу же ломаются и, естественно, начинается вот это вот выделение крови, кровохарканье. Так вот. Значит, при заболеваниях лёгких 2 столовые ложки измельчённого полевого хвоща заливают пол-литрами кипятка в термосе, наставят и пьют в тёплом виде в течение дня. Вариант есть такой там, да, и этим же отваром можно обрабатывать раны, полоскать ротовую полость и горло при фаренгите и ангине, когда здесь. Ну, если обрабатывать раны, я согласен, а вот что касается полоскать ротовую полость и горло при фаренгите и ангине, я думаю, а вот тут лучше, наверное, всё-таки подойдёт керосин. Вот им пополоскать. Значит, отвар и жидкий экстракт хвоща полевого применяются в качестве мочевонного средства при отёках сердечного происхождения, обусловленных недостаточностью кровообращения. Сердце качает недостаточно. А как раз мы уже знаем, что полевую хвощ в какой-то степени способствует укреплению ткани организма и, как бы сказать, вот это обновление коллагена, в котором содержатся все эти рабочие клетки, естественно, всё это будет лучше работать. А также при воспалении воспалительных заболеваний мочевого пузыря и мочевыводящих путей огромное количество людей страдает мочеполовыми инфекциями, поэтому использовать вот этот вот простой отварчик чай пьём и, оказывается, а почему бы не не воспользоваться? Так, дальше в плевритах, то есть заболеваниях лёгких с большим количеством эксудата, туберкулёза, а также при малярии. Кроме того, полевой хвощ используется как кровоостанавливающее средство при геморроидальных и маточных кровотечениях. Значит, хвощ полевой нормализует водно-солевой обмен в организме, способствует выведению холестерина, и различных токсических веществ, свинец, ртуть и так далее. Но у нас, знаете, водно-солевого обмена и выведению холестерина, то есть он тем самым будет способствовать очищению сосудов, особенно очищению кровеносных сосудов в сердце, и тем самым уже будет улучшать работу сердца. И если придерживаться питания, то есть одно дело человек ел, 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 наел там атеросклероз сосудов и прочее, ему там сердце плохо работает, а тут он изменил своё питание, добавил полевого хвоща, глядишь, и всё нормализуется. А если, конечно, пить полевой хвощ, а также ехать и трескать яйца с салом, вот, толка, толка не будет, толка не будет. Так, значит, отвары сухой травы, хвоща полевого, если вы ежедневно принимаете по 2-3 стакана в день, ну, как обычный чай, допустим, очищает мочевые пути от шлаков, увеличивает мочоотделение, а это, значит, отёки уходят, а то, ой, лимфодренаж нарушен или ещё что-то, что мне там применять, что мне это применять. Вот простое средство. Так, разрушает почечные камни, это очень хорошо, потому что почки у нас должны быть, тем более почки орган парный, они нам очищают кровь, и они, помимо всего прочего, я скажу вам на ушко, на ушко, ушко поставляйте, они ещё задерживают жизненную энергию в организме. Если слабые почки, то та энергия жизни, которая течёт через наш организм, она беспрепятственно вытекает наружу, а когда почечки её держат, то этой энергии может хватить нам на 100 с лишним лет. Запомните эту вещь, пока я с вами делюсь. И вот ещё, отвары травы, хвоща полевого, помогает при паховой грыжи и общей мышечной слабости, качкам на заметку, детям с паховой грыжей, которые родились, тоже на заметку всё это, пьют по одной-третьей стакан, а три раза в день в течение месяца. Естественно, ребёнку надо намного меньше. Итак, вот я что до этого говорил. Отвар травы, хвоща усиливает работу сердца и очищает кровеносные сосуды от избытка холестерина, поэтому он полезен в пожилом возрасте. Пьют отвар по полстакана три раза в день. Отварчик так же. Всё готовьте в термосе. Отмерили, грубо говоря, столовую ложку травы сухого хвоща полевого, линули туда, литр кипятка оставили на ночь, а уточком пьёте на ночь в другой. Наружное, что можно использовать? Значит, использует наружное настой из хвоща, употребляет для примочек, при болезнях кожи, на раны, чири и так далее. При зловонном дыхании втягивает в ноздри и промывает рот водным на стоимость хвоща, две столовые ложки хвоща, на два стакана воды напаривает, так же в термосе делаете целую ночь и потом просто-напросто промываете. Ну, вот это зловоние уже говорит о том, что в организме не та микрофлора, здесь всё уже, знаете, зловонно, о чём говорит, идёт разложение. Это не просто запах, а это серьёзный звоночек, что надо заниматься своим здоровьем. При потлевости ног делают ванночки. И опять-таки, компресс, сделанный из отвара хвоща полевого, помогает при опухании яичек. У кого имеется эта проблема, подчёркиваю, это на канале было, то используйте вот это. И не раз, и не два, а недельку, допустим, попасть. Но опять-таки, берёте ответственность на себя, насколько это всё поможет оценивать важно, что, чё, как там происходит, чтобы не напарить себя, не отпарить что-либо. Ну, сбор. Хвощ считается необходимым компонентом в смесях для лечения подагры и ревматизма, болезней, сопровождающихся отёками, застойными явлениями, как кровоостанавливающие средства. Ну, и вот это различные идут сборы, я их читать не буду, не буду читать. Есть вино из хвоща полевого, обладает кровоостанавливающими свойствами. 20 грамм сухоизмельчённой травы на пол-литра белого вина. Настаивать 7 дней, процедить, пить по 50-100 мг 3 раза в день при различных кровотечениях. Пищевая добавка. Молодые побеги хвоща полевого добавляют в салаты для снятия чувства весенней усталости и о витаминозах. Порошок используют, особенно его используют при дизентерии и кровавом поносе. Употребляют по 1 грамму 3-4 раза в день. Можно даже 5. А если его разбавить в воде 50 грамм на литр, он помогает при нерегулярных менструациях и кровохарканьях. Порошком из травы хвоща посыпают долго незаживаемые раны. При общей слабости и потере веса народная медицина рекомендует принимать препараты из хвоща полевого в течение месяца. Курс. И мышцы. Косметикам. Косметики. Так, для укрепления волос при облысении, при воспалении жирной и полистой кожи. Ну, можете попробовать. Бытовое применение описано. И, естественно, имеются противопоказания. Оказывается, всё-таки он противопоказан при остром воспалении почек. Вот так-то. То есть я с вами поделился вот такими вот простыми вещами, с которыми мне лично интересно знакомиться. И не просто лично интересно знакомиться, а то, что я сделаю, особенно я только что пообедал, жена говорит, ну как ты что-то там вычитаешь, сразу же применяешь. То есть вот так и надо поступать. И в итоге у вас накапливается свой собственный опыт. И получается очень и очень интересные знания и результаты. Я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала. Субтитры создавал DimaTorzok